Ну вот Ладно, доброе утро Для начала Вводная лекция О том, что касается Психологической практики Частной психологической практики О том, что касается психотерапии И то, что касается гештальтерапии в частности Во-первых, все это Разные вещи совершенно Потому что Изначально то, что называлось Психотерапией, понятное дело Было связано с психиатрией И было связано В общем, с одним простым направлением С лечением словом И это было В конце 19 века Еще, собственно, появились Эти направления И в начале 20 века Окончательно оформились Как психоанализ Но все равно В любом случае Психотерапия Это была Некоторая направленность На лечение Разных психических заболеваний И в этом смысле Психоанализ Во многом так и остался Психотерапия Направлением Но по мере Психотерапия 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 тяжело а еще со скучным от которого никак не отделаешься у которого все понятно и которые всегда с тобой это такая гадость вот поэтому то что касается психологической практики сейчас это выглядит таким образом не как лечение каких-то болезней чтобы типа встал в строй стал скучным таким и никаких особенностей просто работаешь живешь правильно умер правильно и все хорошо вот скорее для того чтобы обнаружить что-то интересное в жизни что-то интересное в своих особенностях что в общем несмотря на то что возраст может оказаться слишком молодой да что у меня интересного ничего со мной такого не происходило вот может потом а так пока ничего интересного нет да нет есть уже потом значит да не до психологии этой потому что нужно деньги зарабатывать семья дети трали-вали ну его вот да нет тоже много интересного есть ну и потом после того как этот основной цикл такой семейный тоже закончен то тоже ну а чего интересного теперь как как у нас говорят возраст доживания на пенсию вышел возраст доживания ну кто сколько протянет столько и протянет вот да нет там тоже много интересного бывает то есть что на самом деле на протяжении всей жизни у человека может быть что-то ну на что стоит обратить внимание и то что ну как-то 1 позволяет восстановить интерес к себе и к окружающим потому что интерес к окружающему он все равно если нет интереса к себе то он не возникает то есть интерес возникает между интересом к себе интересом к окружающим вот он между он в этом пространстве почему такое внимание в отношении вот этого слова интерес ну это ключевое положение потому что в гештальтерапии собственно на мой взгляд одно из самых важных открытий а фрица пёрлса было следующим что то что касается гештальт первой книжки эго голод и агрессия то там один из примеров про то что вообще можно заниматься только тем что интересно а тем что не интересно в общем не заниматься и постепенно увеличивать зону того что интересно и в качестве одного из примеров он приводит такой гипотетический пример там со студентом который читает какую-то интересную книжку вот потому что интерес у него находится там например в чтении какого-то детектива и вот он читает этот самый детектив а ему к экзамену надо готовиться и вот спустя какое-то время ему читать детектив становится уже не в моготу не интересно потому что у него на следующий день экзамен ну и что же делать ну как что Что делать? Отложи книжку, читай учебник. Вот он читает учебник, а то ему там с учебником становится уже тоже неинтересно, потому что интерес прошел. Ну и что делать? Ну, отложи учебник, читай детектив. То есть дело в переключении, дело в том, чтобы заниматься тем, что интересно. А вот тратить время на то, что неинтересно, лучше не надо. Ну, по мере возможности уменьшать количество вот этого времени, которое уходит на то, что неинтересно. Ну и тогда жизнь оказывается более наполненной. И с собой точно так же стоит заниматься теми вещами, которые интересны, уменьшить количество того, что неинтересно. Потому что как обычно мы действуем? Обычно мы развиваем такую, как сказать, такую систему, которая, ну, позже скажу, называется ретрофлексивной, под названием сила воли. То есть это когда человек сам на себя начинает давить. То есть когда, собственно, даже внешнее насилие мне не нужно, а я уже сам в отношении себя научился оказывать насилие какое-то. То есть научился делать, получать удовольствие, например, от того, чтобы насильно себя заставлять что-то делать, то, что не хочется. насильно себя включать в какие-то отношения, в какие-то разговоры, в какие-то там, ну, в какую-то деятельность, которая, в общем, является важной с моей точки зрения сейчас. А потом, вообще, то, что касается важного и неважного, это очень сложный вопрос. Потому что до конца никогда не поймешь, когда это из важного перестает быть таковым и становится неважным. Или наоборот. То есть то, что касается интереса, это некая такая загадочная субстанция. Вот иной раз она возникает, а иной раз не возникает. Ну вот вроде человек все спланировал, хотел там устроить какой-то праздник, собрал людей, вот, вроде все должно быть радостно, а вот радости нет, что-то не завезли. Интереса нет. Ушло. Вот. Ну, то, что достаточно часто известно в отношении там, я не знаю, ну, скажем, какого-то планового такого эротического свидания. То есть все в порядке, договорились, встретились. А вот что-то как-то не идет. Ну, что-то другое, может, и можно. Вот, а вот в эту сторону что-то как-то не идет. Интерес ушел. То есть он возник, он в другом пошел, в другую сторону пошел этот интерес. Ну и как-то два человека оказываются связаны вот этим, ну, обещаниями какими-то. Что вот один к другому в гости пришел, мы будем друг другу интересны. Ну, конечно. Вот. А уже невозможно, уже хватит. То есть уже хорошо бы и дальше. Вот. Или два человека обязуются друг с другом всю жизнь прожить. А мы будем друг другу интересны всю жизнь. Ну, что вы. Конечно, так и будет. Вот. Нет, ну, кто-то интересен, потом становится неинтересен, потом опять интересен. И в этом смысле это некоторый такой процесс во многом загадочный. То есть во многом он связан не с нашими вот этими намерениями, желаниями, обязательствами, вот, а с тем, что происходит. Ну, например, я не знаю, человек с детства воспитан в ситуации такой, что тут вообще ужасная такая страна, главное дело выехать. Главное дело эмигрировать. Эмигрировал, выехал. Вроде должно быть все прекрасно. Оно как-то не прекрасно. Назад тянет. Ну уж, выехал, осуществил мечту, значит, все будет теперь там стараться, там еще что-то. Да нет, а чего? Можно и приехать сюда, можно еще куда-то поехать, потом еще куда-то, потом еще мир един. Вот эта идея о том, что я вот, значит, выехал из того места, где родился, а теперь буду жить в каком-то другом месте, и что это предательство, он, ну, не работает уже в этом мире, этот принцип. В свое время я столкнулся с очень одной интересной идеей. Большинство людей, которых я встречал, вот, ну, как бы, когда еще в конце 80-х стал активно так выезжать за рубеж, вот, большинство, значит, людей в таких странах западной цивилизации говорили, что вообще они живут там, где им нравится. И я помню, что эта идея меня просто поразила, что, оказывается, можно жить там, где нравится. Ну, надо же! Как обычно, где родился, там и пригодился. Вот. Так хуже того, может, нравится в том месте, где родился. Ну, там и живешь, и нормально. А что, мне здесь нравится. А если не нравится, значит, перебрался в другое какое-то место, потому что там нравится. Это не потому, что это место плохое, это страшное предательство этого места. Вот. Ну, в общем, да нет, ничего подобного. То есть, в этом смысле мы можем свободно перемещаться, и жизнь у нас одна, и можем находиться с теми людьми, которые интересны, а, в общем, с теми, которые неинтересны, ну, как-то сокращать совместное пребывание. Точно так же вполне можем оставаться, и там, где неинтересно. Это тоже, пожалуйста. Если мне нравится чувство скуки, а чем оно хуже других-то? Ну, вообще, чувство скуки, кроме всего прочего, обозначает обычно, что у меня все уже есть, что мои основные все потребности удовлетворены. И это хороший такой сигнал. Если человек скучает, ну, все в порядке с ним, значит. Есть у него возможность поскучать, есть, значит, все самое основное уже удовлетворено. Так вот. Возвращаемся дальше, соответственно, к психотерапии, психологической практике и гештальтерапии. Итак, повторяю, переход от психотерапии к психологической практике позволил вывести вообще работу психологическую на гораздо более широкий уровень. То есть, когда самым важным оказалось не лечение психических болезней, что, в общем, до сих пор является достаточно, ну, как сказать, не то, что даже спорным вопросом, а метафорой. Потому что психическая болезнь это некоторая метафора. То есть, те болезни, у которых есть органические причины, они постепенно переходят в другие отрасли медицины. А все то, что оказывается не имеющим каких-то реальных причин, вот, и то, то, что возможно описать как болезнь, ну, как бы болезнь. В этом смысле все психические болезни, они как бы болезнь. То есть, одной причины даже у шизофрении не найдено. Какой-то самый ведущий, главный. И все эти поиски продолжаются, потому что это обусловленность множеством-множеством факторов. И то, что касается вот этой зоны, зоны психиатрии, это приложение медицинской модели размышления к области, где пересекается, в общем, телесная, психическая и социальная реальность человека. И в этом смысле, если, соответственно, социальная реальность у нас такая, что допускает возможность, ну, я не знаю, например, скажем, для человека время от времени упасть в конвульсиях, потом встать и сказать, что ему пришла в голову какая-то новая мысль, голоса ему что-то сказали, это является нормой социальной. То это не будет болезнью. Ну, потому что в обществе социальная норма, она такая. То есть, время от времени некоторые люди специальные в этом обществе так делают, шлепаются на землю, бьются в конвульсиях, а потом встают и говорят что-то такое, что нам нужно переместить вот, соответственно, этот вигвам там на ближайшую горку. Ну, окей, хорошо. Вот. Таким образом, поведение, которое бы в других условиях, ну, подлежало лечению, оно является вполне социально приемлемым. Ну, или, скажем, например, если у нас тут ходит человек и бьет себя цепями по спине до крови, то понятно, что он долго так не проходит. Скорее всего, его быстро свяжут достаточно, ну, и отправят в психиатрическую клинику с тем, чтобы выяснили, какого он вообще эти странные вещи делает. Если он то же самое будет делать на просторах Индии, которые, в общем, достаточно большие, ну, и нормальное, это нормальное поведение, это не патология. То есть, вопрос о норме и патологии, он очень-очень скользкий. Мы просто пытаемся, как сказать, медицинскую модель надеть вот на очень сложное явление. Ну, а что делать? Какую еще модель на это надевать? Ну, до медицинской модели на это явление была надета модель судебная такая, юридическая. то есть, соответственно, или религиозная, пожалуйста. Вот, по религиозной модели психически больные были одержимы разными этими самыми, ну, вот, плохими сущностями, потому что религиозные модели редко обходятся без плохих сущностей. Ну, и, соответственно, вот эти вот плохие сущности тогда там что-то такое делали внутри человека, что вынуждало его осуществлять какие-то странные действия, нарушающие его жизнь и жизнь окружающих. и так далее. Вот. Ну, и тогда, соответственно, ну, какое лечение полагалось? Ну, полагалось как-то изгонять этого беса. Ну, изгонять этого беса можно было как? Ну, он сидит вот в этой оболочке, например, сидит бес, и что-то такое вам рассказывает. Надо, соответственно, эту оболочку бить, пока бес не уйдет. Вот такая, соответственно, религиозная тема лечения. Вот. Тема юридическая. Ну, кстати говоря, вот я не знаю, потом, по-моему, это возобновилось. То есть, до последнего времени правления Каддафи в Лифии, например, не было психиатрии. Ну, потому что это относилось действительно к области, вот скорее, ну, религиозной или вот юридической. Потом, последнее время, ну, то есть, при правлении Каддафи опять возникла психиатрия как способ. А сейчас опять ее нет, все нормально. А чего? Зачем? Когда можно такого человека, который так странно себя ведет, просто, соответственно, в тюрьму посадить, да и все. За ним так же присматривать будут, он так же никому мешать не будет. Вот. Да и зачем? Просто другая модель, не медицинская. Медицинская модель как раз позволяет гуманизировать вот эту область совсем странных людей. Вот. Ну, а то, что касается вот этого расширения, расширения на психологическую модель, ну, как говорят, психологическая, психотерапия, вот, частная психологическая практика, ну, по сути, речь идет о следующем. О том, что можно нанять человека, который потратил какое-то время, чтобы разбираться в области психологической, которая мутная, не меньше, чем психиатрическая, вот, и в которой также нет ничего определенного. и в этом смысле нас учили в свое время определенные системы и много людей на территории вот бывшего Советского Союза и до сих пор получившие образование убеждены, что психология, она построена в общем по системе Рубинштейна, так, как это было, то есть там. И, соответственно, все это действительно брало начало от Выгодского, и там есть у нас высшие психические функции, вот они отличаются, что мышление отличается от восприятия, например, вот так мы считаем в основном, а на самом деле это не так, потому что на самом деле, скажем, вот, если мы обратимся к более древним источникам, то, например, в греческом языке мышление и восприятие одни и те же слова, точно так же во многих направлениях, которые преподают в уважаемых университетах мировых, они не разделяются, то есть нет такого отдельно психологии восприятия от, соответственно, психологии мышления, ну и так далее, то есть на самом деле все эти категории, которые есть, которые прописаны в психологических учебниках, они прописаны, ну, в соответствии со взглядами какого-то конкретного человека, и мы можем каждый раз найти этого автора учебника, того, кто основал вот этот взгляд, а вообще-то все связано, ну, каким образом может быть мышление без памяти, вы что, это одно и то же, а как может быть память без восприятия, что тогда запоминается, все это связанные вещи, которые искусственно расчленили просто в данной системе, и хорошо, что расчленили, потому что вот было, ну, был какой-то набор людей, и важно было каждому получить свое вот удельное княжество, и один занимался там мышлением, а другой восприятием, и все, но на самом-то деле это все было едино, но тем не менее, есть такие люди-психологи, которые тратят какое-то время на изучение всего этого, на то, чтобы вот эту какую-то систему им внедрили в голову, связанную с тем, чтобы воспринимать разные категории психологические, то, как они друг с другом связаны, и, соответственно, можно вот этого человека, после того, как он получил психологическое образование, подготовить к тому, что одно дело это теория, а другое дело это работа вот с реальным человеком, который еще, собственно, не очень в курсе, чем отличаются друг от друга память, мышление, внимание и так далее, вот, и, соответственно, с этим человеком можно говорить на каком-то тогда языке, причем, что сложно, на его языке, а не на языке науки, потому что его можно, конечно, попытаться обучить психологической науке, только на это уйдет 5 лет, и вот это самое, книжки он должен читать, писать рефераты, там и так далее, вот, а так он пытается своим языком как-то описать то, что с ним происходит, и в этом смысле, если я профессиональный психолог, который пытается включиться в практику, то мне нужно еще научиться, ну, переходить на язык более понятный тому человеку, с которым я работаю, если этого не происходит, то я не могу быть в контакте с ним, я не могу объяснить что-то, и он меня не понимает, и я его не очень понимаю, поэтому важно развивать вот эту вот зону, зону какого-то взаимного понимания, возможность диалога, ну, и так далее, и тому подобное, и вот тогда у нас возникает вот эта еще одна специальность, где у нас не психологи и не врачи, а вот как раз практикующие психологи, и в этом смысле вот тот, как это говорится, тот фундамент, на котором человек опирается, фундамент психиатрический, ну, а психиатрический фундамент обязательно требует хотя бы какого-то минимума психологического, фундамент психологический, к сожалению, в последнее время, во многих местах, стал отрываться от фундамента психиатрического, и в этом смысле достаточно часто приходится вводить специально, ну, какое-то обучение, связанное с тем, чтобы люди более или менее были в курсе о том, что такое психиатрические категории, вот, а психиатрам, соответственно, рассказывать кое-что о психологических категориях, потому что, ну, обычно, традиционно, ну, в психиатрии, вот, знание о психологии, оно как бы отстает на поколение, то есть, в то время, когда основной тенденцией в области психологии была гештальт-психология, в это время, как раз, Фрейд развивал контакты с предыдущим направлением, с ассоциативной психологией, и, собственно, ассоциативные эксперименты, основные теоретические идеи, на которых был построен классический психоанализ, они были взяты не из современной психологии, а как бы из прошлого поколения, из того, что прошло, и в этом смысле, ну, важно быть, как бы, в отношениях с той реальностью психологической науки, которая есть сейчас, вот, а, соответственно, для психологов очень важно быть в контакте с психиатрической реальностью, ну, просто потому, что, если я работаю с людьми, то, просто по статистике, ну, один из ста человек, вероятнее всего, оказывается в состоянии психоза, и мне важно тогда понимать, какие приметы этого, что с этим делать и так далее, и так далее, то есть, если я работаю с людьми, то это вполне такая ожидаемая вещь, что, как бы, ну, у кого-то вот этот вот процесс именно в данный момент, ну, может быть, несколько обострен, какой процесс, ну, знаете, вот, потроллить ли вас? Ну, давайте потроллим немножко. Хорошо. Вот, я вам скажу какой. Это процесс шизофрении. Потому что шизофрения это только вершина айсберга, психиатрическое понятие шизофрении. А так у каждого есть своя маленькая такая шизофрения, которая течет по своим законам, у которой временами бывают, ну, такие приступы, но стертые, стертые, у которой бывают состояние ремиссии, ну, в общем, тоже такие улучшения. Потом опять что-то такое сдвинулось. У каждого это есть. И в этом смысле только некоторые люди, особо способные, они могут развивать этот процесс до такого состояния, когда он становится действительно интересен и значим. Потому что вообще вы все просто субстрат для шизофрении. Высшая форма существования это не человек, это шизофрения. И человек интересен только своей шизофрении, только тем, как она проявляется. А остальное не очень интересно. Ну, ладно, это я так, шутку запустил. Вот. Но во всякой шутке есть, соответственно, доля шутки. И вот эта шутка была как бы с позиции психоанализа, на самом деле. То есть, с позиции, соответственно, вот этой самой микропсихиатрического подхода. Что у каждого есть. У каждого есть эти все колебания настроения, есть. Есть, соответственно, какие-то периоды дикой амбивалентности, когда совершенно невозможно определить, чего человек хочет, чего нет. То есть, тут много всяких сложностей в этой зоне. Ну вот. Поэтому, то, что касается, еще раз обращаясь к психологам, ну, это зона психических расстройств, это то, что обязательно нужно знать практикующему психологу. Если вы занимаетесь теорией психологии, нет проблем. Занимаетесь какими-то исследованиями, тоже нет проблем. А вот в области психологической практики это просто необходимые знания. Вот. Дальше в области психологической практики. Ну, и тогда мы можем сделать следующий шаг после психоанализа. То есть, после психотерапии, то есть, лечения каких-то малых форм психических расстройств, мы можем сделать следующий шаг и обозначить этот следующий шаг гештальтерапии. То есть, то, что мы лечим собственно тогда не человека, а процесс формирования и разрушения гештальтов. А что это за процесс? А это вот тот самый процесс, при котором нам становится что-то интересное. То есть, в соответствии с моими потребностями мне в этом мире что-то становится интересное, и я хочу этого достичь. ну и вот я это развиваю, достигаю, и после того, как я это достигаю, соответственно, интерес у меня уходит. Ну, не знаю, там вот, например, солнце так я сел, удачно прям, что на меня светит. Вот, и поэтому у меня есть интерес, то ли скорее лекцию кончить, то ли чтобы там облачко зашло, то ли еще что-нибудь такое. вот, ну и соответственно я закончу, и меня этот процесс не очень будет волновать. В общем, ну то есть, что было солнце, потому что прошло что-то, потому что у меня не будет уже этой актуальности, что что-то нужно срочно менять в этой области. Вот, или, например, я не знаю, человеку хочется пить, ну в норме, соответственно, ну хочется пить. Вот, ну пошел он как-то, но свернул с пути истинного, и вместо того, чтобы пить, выпил чего-то. Ну выпил, но пить хочется, вот еще выпил, еще, а все равно пить хочется, не помогает. Ну, ой, спасибо, да, это поможет. Спасибо. Это у кого же отобрали-то? у Маши. А, спасибо. Да, о, шляпи тебе, хорошо. Теперь ты долго будешь лекцией читать? Ну, долго не буду. 10 минут. А, нет, 13. Вот. Спасибо большое, да. Надо же, вот как я прям проэксплуатировал окружающее. Да. Вот это называется манипуляция такая, манипуляция. Ну, опять-таки, манипуляция, это вещь хорошая, не то, что обязательно плохо, а вот у нас есть же возможность что-то изменить в окружающей среде, и в этом смысле, если мы пользуемся окружающей средой, окружающими людьми, то это понятно, это нормально совершенно. Ну, как сказать, у нас всегда мы замечаем что-то, когда хотим от этого избавиться в первую очередь, или когда это очень нужно. И поэтому, например, мы говорим о стыде как о нехорошем чувстве. Ну, потому что как же, ну, стыдно, значит, уже сделал что-то плохое или что-то плохое такое случилось. А вообще стыд это чувство хорошее, потому что стыд это что-то вроде автопилота, который начинает гудеть, когда, соответственно, самолет с курса уходит. Ну, вот, когда я попадаю в какую-то зону, когда я делаю вещи необычные, новые, вот, то, ну, возникает вот это некоторое чувство стыда. Ну, то есть, я отклонился от привычного курса, обычно вот так делал, а таким образом не делал. Ну, я не знаю, приезжаю, например, там, в новую какую-то страну, и вот прежде, чем обратиться к кому-то и узнать, куда мне пройти или там денег обменять у кого-то или еще что-то, у меня точно возникает некоторое небольшое чувство стыда, потому что, я не знаю, поймут меня, не поймут, а что нужно при этом делать? Нужно улыбаться, что-нибудь говорить еще специальное, вот, к кому прилично обращаться? Ну, вот, например, в некоторых странах там к женщинам неприлично обращаться, ну, и так далее. То есть, масса всяких таких вот вещей. Ну, и, соответственно, что? Чувство стыда, оно как бы предохраняет меня от того, чтобы оказаться в какой-то сложной, опасной ситуации. Вот, а мы называем его нехорошим, да нет, хорошее. Или, скажем, например, ребенок там пытается, ну, что-то такое засунуть в электрическую розетку, гвоздь какой-нибудь или еще что-то. Ну, мы, соответственно, на него наезжаем, шлепаем, вообще отгоняем и так далее. Что мы делаем с этим ребенком? Мы его унижаем. То есть, он вообразил себя, что он такой же взрослый, как и мы. и может так же свободно экспериментировать с этим окружающим миром. Да нет, он вознесся так, как это не годится. И мы его унижаем. Ах, какое страшное слово унижение. Вот не страшно, иногда оно бывает очень полезно. Когда человек куда-то улетел, вознесся, решил, что он все может, решил, что он такой, я не знаю, уже теперь крутой водитель, который справится в любой ситуации, а он не крутой, потому что ездит меньше года, и не справится в ситуации. И так далее, и так далее. То есть, в этом смысле, что делает тогда тот, кто каким-то образом его предохраняет? Ну, вообще-то унижает. Говорит там, типа того, что, ну, ты так плохо плаваешь, давай за буйки, не заплывай. А, я тут вознесся, думаю, как я сейчас в этот, в океан выйду. Вот, еще что-нибудь такое. Да нет, потому что у каждого человека есть какие-то свои размеры. И поэтому очень важно, чтобы вот мы ко всем вот этим переживаниям относились, как, как сказать, ну, все то, что патологично, это то, что нормально, только в слишком большом размере. То есть, во всей этой патологии так редко бывает что-то новое, продуктивное, что этому вообще можно радоваться. А чаще всего, ну, даже галлюцинации-то люди видят какие-то убогие. То есть, на самом деле, талантливого человека, который может серьезно галлюцинировать, его очень долго искать нужно. Потому что большинству, вот, выдашь, я не знаю, какие-нибудь галлюциногены, и то, и чего получишь. Марширующих тараканов каких-нибудь или еще что-то унылое. Вот, какой-нибудь запах говна сильный. Ну, ничего стоящего. Единицы увидят что-нибудь стоящее. Люди, которые талантливы по-настоящему. Да ты их искать надо еще. Ну, вот, так, возвращаясь все-таки соответственно к гештальтерапии. гештальтерапия это как бы следующий шаг, как я уже сказал, по сравнению с психотерапией. А именно, когда мы лечим не болезни, уже как бы, а неправильные способы формирования и разрушения гештальтов. А формирование и разрушение гештальтов это нахождение интереса, затем какое-то приближение к этому интересу, затем манипулирование обращение с тем, что мне интересно, чтобы получить то, что мне нужно. И разрушение гештальта, то есть, мне после этого, после того, как я удовлетворил, ну, перестает быть интересным, все нормально. То есть, в этом смысле, вот этот вот процесс, он может быть нарушен в очень многих местах. Прежде всего, он может быть нарушен вот в самой начальной зоне, в зоне поиска того, что интересно. каким способом он может быть нарушен? В первую очередь, тем, что я знаю, что мне должно быть интересно. И вот, я знаю, что мне должно быть интересно вот это. И я пытаюсь вот это, то, что я знаю, каким-то образом, ну, приблизиться к этому, добиться. И тем самым, я как бы заглушаю, ну, такие какие-то признаки, зов, того, что мне на самом деле в данный момент интересно. И тогда моя работа как психотерапевта, ну, например, один из вариантов работы, потому что там много, понятно, в этой зоне приконтакта разных вариантов работы, но один из вариантов это как бы остановить вот эти скоропалительные решения. Те решения, когда человек вместо одного делает что-то другое. Когда он пытается справиться с потребностью какими-то предыдущими способами. ну, не знаю, например, скажем, нет, что-то мне какие-то все не те в голову лезут. Ну, например, потребность сексуальная, да, а человек пытается справиться с ней посредством еды. Ну, потому что в любом случае та потребность, которая у нас неудовлетворена, она ощущается как голод. Ну, значит, голод есть, надо поесть. А что? А что-то неправильное я ем слишком много. И тогда вместо того, чтобы осуществлять сексуальную потребность, я начинаю бороться с перееданием. Ну, все отлично. То есть, у меня уже сформирована какая-то другая часть, и я вот эту часть соответственно делаю, ну, потому что я же хороший человек. Вот, я же не могу так вот вообще направо и налево. Ну, вообще, если я животное, то я могу направо и налево. В скобках, да, Но мы же люди. Мы должны, вот, я точно не такой. Вот. Хорошо. Ладно. Про эту потребность не будем. Она нехорошая. Сейчас какую-нибудь хорошую потребность надо попробовать найти. Какая же хорошая. Слушайте, подскажите, какие хорошие потребности у человека есть? Учиться. Учиться. А, вот. Актуализация. Самоактуализация. Да. Хорошая. Хорошая вещь. Уверенность в себе. Уверенность в себе. Я не знаю. Слушайте, а, в общем, это же хороший ход. Ну, чтобы... Так, сноска. Зигмунд Фрейд Зигмунд Фрейд вообще, как бы, со всеми своими учениками впоследствии расстался, кроме Вильгельма Райха, идеологически. Вот. 37-й год, это, соответственно, или 36-й, не помню, там, съезд. Можете посмотреть материалы, где он обозначает, почему, соответственно, Юнг не психоаналитик, а про Адлера. Раньше он сказал, что Адлер пидорасы вообще... О, пардон. Вот. В общем, было это. Вот. В общем, со всеми. Из-за чего он обзывал Адлера, из-за чего он, соответственно, вот с Юнгом там обошелся таким способом. Давайте. Все. Ну вот. Ладно, доброе утро. Доброе утро. Для начала вводная лекция о том, что касается психологической практики, частной психологической практики, о том, что касается психотерапии и то, что касается гештальтерапии в частности. Во-первых, все это разные вещи совершенно. Потому что изначально то, что называлось психотерапией, понятное дело, было связано с психиатрией. и было связано в общем с одним простым направлением, с лечением словом. И это было в конце 19 века еще, собственно, появились эти направления. И в начале 20 века окончательно оформились как психоанализ. Но все равно в любом случае психотерапия это была некоторая направленность на лечение разных психических заболеваний. И в этом смысле психоанализ во многом так и остался направлением, связанным с поисками каких-то заболеваний, маленьких заболеваний, таких, которые еще жизнь не совсем разрушают, но тем не менее все равно каких-то заболеваний. И в этом смысле психотерапия как направление это то, что связано с лечением микропатологии. То, что связано все равно с некоторой лечебной направленностью. Но по мере развития психотерапии становилось ясно, что она выходит за пределы деятельности в отношении тех людей, которых можно хоть как-то считать психически больными. И наиболее интересная деятельность возникает в той зоне, где находится жизнь, в общем, людей, которых общество считает здоровыми. Ну, хоть странными, но здоровыми. И тогда такая книга, которая обозначила в свое время рубеж между психотерапией и психологической практикой, по сути, хотя таковая еще так не называлась, это была книга Зигмунда Фрейда о патологии нормальной жизни. То есть о том, что вообще в нормальной жизни человека очень много разнообразных патологических проявлений, разнообразных странных вещей и так далее, и так далее. Что вообще и так называемый здоровый человек имеет очень много всяких особенностей, которые причудливым образом переплетены. И вот эти самые особенности, назвать их болезнями трудно. Обозначить как психопатологию обыденной жизни, как собственно и называлась книга Фрейда, можно, но тоже все равно это не совсем психопатология. Это некоторые индивидуальные такие особенности. И в этом смысле тогда то, что касается собственно психологической, собственно психотерапевтической практики, она расширилась до практики психологической. То есть когда стало возможным работать вообще со всеми людьми. Со всеми людьми, которые интересуются собой, или с теми, кто собой не интересуется. А если человек собой не интересуется, если человеку самому с собой скучно, то это, конечно, очень тяжело. Потому что вообще жить со скучным человеком тяжело. А еще со скучным, от которого никак не отделаешься, у которого все понятно и который всегда с тобой. Это такая гадость. Вот. Поэтому то, что касается психологической практики сейчас, это выглядит таким образом не как лечение каких-то болезней, чтобы типа встал в строй, стал скучным таким, и никаких особенностей. Просто работаешь, живешь правильно, умер правильно, и все хорошо. А скорее для того, чтобы обнаружить что-то интересное в жизни, что-то интересное в своих особенностях, что в общем, несмотря на то, что возраст может оказаться слишком молодой, да что у меня интересного, ничего со мной такого не происходило, вот, может, потом, а так пока ничего интересного нет. Да нет, есть уже. потом, значит, да не до психологии этой, потому что нужно деньги зарабатывать, семья, дети, трали-вали, ну его, вот, да нет, тоже много интересного есть. Ну и потом, после того, как этот основной цикл такой семейный тоже закончен, то тоже, ну а что интересного, теперь, как у нас говорят, возраст, доживание, на пенсию вышел, возраст, доживание, ну, кто сколько протянет, столько и протянет, вот, да нет, там тоже много интересного бывает. То есть, что на самом деле на протяжении всей жизни у человека может быть что-то, ну, на что стоит обратить внимание и то, что, ну, как-то позволяет восстановить интерес к себе и к окружающим, потому что интерес к окружающим, он все равно, если нет интереса к себе, то он не возникает. То есть, интерес возникает между интересом к себе и интересом к окружающим. Вот он между, он в этом пространстве. Почему такое внимание в отношении вот этого слова интерес? Ну, это ключевое положение, потому что в гештальт-терапии, собственно, на мой взгляд, одно из самых важных открытий Фрица Перлса было следующим, что то, что касается гештальт первой книжки «Эго, голод и агрессия», то там один из примеров про то, что вообще можно заниматься только тем, что интересно, а тем, что неинтересно, в общем, не заниматься и постепенно увеличивать зону того, что интересно. И в качестве одного из примеров он приводит такой гипотетический пример там со студентом, который читает какую-то интересную книжку, вот, потому что интерес у него находится там, например, в чтении какого-то детектива. И вот он читает этот самый детектив, а ему к экзамену надо готовиться. И вот спустя какое-то время ему читать детектив становится уже не в моготу, неинтересно, потому что у него на следующий день экзамен, ну и что же делать? Ну как что делать? Отложи книжку, читай учебник. Вот он читает, читает учебник, а потом ему там с учебником становится уже тоже неинтересно, потому что интерес прошел. Ну и что делать? Ну отложи учебник, читай детектив То есть дело в переключении, дело в том, чтобы заниматься тем, что интересно А вот тратить время на то, что неинтересно, лучше не надо Ну по мере возможности уменьшать количество вот этого времени, которое уходит на то, что неинтересно Ну и тогда жизнь оказывается более наполненной И с собой точно так же стоит заниматься теми вещами, которые интересны И уменьшить количество того, что неинтересно Потому что как обычно мы действуем? Обычно мы развиваем такую, как сказать, такую систему, которая, ну позже скажу, называется ретрофлексивной Под названием сила воли То есть это когда человек сам на себя начинает давить То есть когда, собственно, даже внешнее насилие мне не нужно А я уже сам в отношении себя научился оказывать насилие какое-то То есть научился делать, получать удовольствие, например, от того, чтобы насильно себя заставлять что-то делать То, что не хочется Насильно себя включать в какие-то отношения, в какие-то разговоры Ну в какую-то деятельность, которая, в общем, является важной с моей точки зрения сейчас А потом вообще то, что касается важного и неважного, это очень сложный вопрос Потому что до конца никогда не поймешь, когда это из важного перестает быть таковым и становится неважным Или наоборот То есть то, что касается интереса, это некая такая загадочная субстанция Вот иной раз она возникает, а иной раз не возникает Ну вот вроде человек все спланировал, хотел там устроить какой-то праздник, собрал людей Вот, вроде все должно быть радостно А вот радости нет, что-то не завезли Интереса нет Ушло Вот Ну, то, что достаточно часто известно в отношении там, я не знаю, ну, скажем, какого-то планового такого эротического свидания То есть все в порядке, договорились, встретились А вот что-то как-то не идет Ну что-то другое, может и можно Вот, а вот в эту сторону что-то как-то не идет Этот интерес ушел То есть он возник, он в другом пошел, в другую сторону пошел этот интерес Ну и как-то два человека оказываются связаны вот этим, ну, обещаниями какими-то Что вот один к другому в гости пришел, мы будем друг другу интересны Ну, конечно Вот А уже невозможно, уже хватит То есть уже хорошо бы и дальше Вот Или два человека обязуются друг с другом всю жизнь прожить Ну, мы будем друг другу интересны всю жизнь Ну, что вы, конечно, так и будет Вот Нет, ну, кто-то интересен, потом становится неинтересен, потом опять интересен И в этом смысле это некоторый такой процесс Во многом загадочный То есть во многом он связан Не с нашими вот этими намерениями, желаниями, обязательствами Вот А с тем, что Что происходит Ну, например, я не знаю, человек С детства воспитан в ситуации такой Что тут вообще ужасная такая страна Главное дело выехать Главное дело эмигрировать Эмигрировал, выехал Вроде должно быть все прекрасно Оно как-то не прекрасно Назад тянет Ну уж, выехал, осуществил мечту Значит, все будет теперь там стараться Там еще что-то Да нет, а чего? Можно и приехать сюда Можно еще куда-то поехать Потом еще куда-то Потом еще Мир един Вот эта идея о том, что Я вот, значит, выехал из того места, где родился А теперь буду жить в каком-то другом месте И что это предательство Он, ну, не работает уже в этом мире Этот принцип В свое время я столкнулся с очень одной интересной идеей Большинство людей, которых я встречал Вот Ну, как бы Когда еще в конце 80-х Стал активно так выезжать За рубеж Вот большинство, значит, людей В таких странах западной цивилизации Говорили, что вообще они живут там, где им нравится И я помню, что эта идея меня просто поразила Что, оказывается, можно жить там, где нравится Ну, надо же Как обычно Где родился, там и пригодился Вот Так хуже того Может, нравится в том месте, где родился Ну, там и живешь, и нормально А что, мне здесь нравится А если не нравится, значит, перебрался в другое какое-то место Потому что там нравится Это не потому, что это место плохое Это страшное предательство этого места Вот Ну, в общем Да нет, ничего подобного То есть В этом смысле мы можем свободно перемещаться И жизнь у нас одна И можем находиться с теми людьми, которые интересны А В общем, с теми, которые не интересны Ну, как-то сокращать совместное пребывание Точно так же Вполне можем оставаться И там, где неинтересно Это тоже пожалуйста Если мне нравится чувство скуки А чем оно хуже других-то? Ну, вообще, чувство скуки, кроме всего прочего Обозначает обычно, что у меня все уже есть Что мои основные все потребности удовлетворены И это хороший такой сигнал Если человек скучает, ну, все в порядке с ним, значит Есть у него возможности поскучать Есть, значит, все самое основное уже удовлетворено Так вот Возвращаемся дальше Соответственно К Психотерапии Психологической практике И Гештальтерапии Итак Повторяю, переход от Психотерапии к психологической практике Позволил вывести Вообще работу психологическую На гораздо более широкий уровень То есть, когда Самым важным оказалось Не лечение психических болезней Что, в общем, до сих пор является достаточно Ну, как Как сказать Не то, что даже спорным вопросом А метафорой Потому что психическая болезнь Это некоторая метафора То есть, те болезни, у которых есть органические причины Они постепенно переходят в другие отрасли медицины А все то, что оказывается Не имеющим каких-то реальных причин Вот И То, что возможно Описать как болезнь Ну, как бы болезнь В этом смысле Все психические болезни Они как бы болезнь То есть, одной причины Даже у шизофрении не найдено Какой-то самый ведущий Главный И все эти поиски продолжаются Потому что это обусловленность Множеством-множеством факторов И то, что касается Вот Этой зоны Зоны Психиатрии Это приложение Медицинской модели размышления К области Где пересекается В общем Телесная Психическая И социальная реальность человека И В этом смысле Если, соответственно Социальная реальность У нас такая Что допускает Возможность Ну, я не знаю Например, скажем Для человека Время от времени Упасть В конвульсиях Потом встать И сказать Что ему пришла в голову Какая-то новая мысль Голоса ему что-то сказали Это является нормой социальной То это не будет болезнью Ну, потому что В обществе Социальная норма Она такая То есть Время от времени Некоторые люди Специальные В этом обществе Так делают Шлепаются на землю Бьются в конвульсиях А потом встают И говорят Что-то такое Что нам нужно Переместить Вот Соответственно Этот вигвам Там на Ближайшую горку Ну, окей Хорошо Вот Таким образом Поведение Которое бы в других Условиях Ну, подлежало Лечению Оно является Вполне социально Приемлемым Ну, или скажем Например Если у нас тут Ходит человек И бьет себя Цепями по спине До крови То понятно Что он долго Так не проходит Скорее всего Его быстро Свяжут Достаточно Ну, и отправят В психиатрическую клинику С тем Чтобы выяснили Какого Он вообще Эти странные вещи делает Если он то же самое Будет делать На просторах Индии Которые, в общем Достаточно большие Ну, и нормальное Это нормальное поведение Это не патология То есть Вопрос о норме И патологии Он очень-очень Скользкий Мы просто пытаемся Как сказать Медицинскую модель Надеть Вот на Очень сложное явление Ну, а что делать? Какую еще модель На это надевать? Ну, до медицинской модели На это явление Была надета модель Судебная Такая Юридическая То есть Соответственно Или религиозная Пожалуйста Вот По религиозной модели Психически больные Были одержимы Разными этими Самыми Ну, вот Плохими сущностями Потому что Религиозные модели Редко обходятся Без плохих сущностей Ну, и соответственно Вот эти вот Плохие сущности Тогда там Что-то такое Делали Внутри человека Что вынуждало Его Осуществлять Какие-то странные действия Нарушающие его Жизни Жизнь окружающих И так далее Вот Ну И тогда Соответственно Ну, какое лечение Полагалось Ну, полагалось Как-то изгонять Этого беса Ну, изгонять Этого беса Можно было как? Ну, он сидит Вот в этой оболочке Например, сидит бес И что-то такое Вам рассказывает Надо, соответственно Эту оболочку бить Пока бес не уйдет Вот такая Соответственно Религиозная тема Лечения Вот Тема юридическая Ну, кстати Говоря Вот я не знаю Потом, по-моему Это возобновилось То есть До Последнего времени Правления Каддафи В Лифии Например Не было психиатрии Ну, потому что Это относилось Действительно К области Вот скорее Ну Религиозной Или вот Юридической Потом Последнее время Ну, то есть При правлении Каддафи Опять возникла Психиатрия Как способ А сейчас Опять ее нет Все нормально А чего? Зачем? Когда можно Такого человека Который так странно Себя ведет Просто Соответственно В тюрьму посадить Да и все За ним так же Присматривать будут Он так же Никому мешать Не будет Вот Да и Зачем? Просто другая модель Не медицинская Медицинская модель Как раз позволяет Гуманизировать Вот эту область Совсем странных Людей Вот Ну, а то Что касается Вот этого расширения Расширения На Психологическую модель Ну, как говорят Психологическая Психотерапия Вот Частная Психологическая Практика Ну, по сути Речь идет о следующем О том Что можно нанять Человека Который потратил Какое-то время Чтобы разбираться В области Психологической Которая Мутная Не меньше Чем психиатрическая Вот И в которой Так же нет Ничего Определенного И В этом смысле Ну, нас учили В свое время Конечно Определенной системе И Много людей На территории Вот бывшего Советского Союза И до сих пор Получившие образование Убеждены Что психология Она построена В общем По системе Рубинштейна Так, как это было То есть там И Соответственно Все это Действительно Брало начало От Выгодского И там есть у нас Высшие психические Функции Вот они отличаются Что мышление Отличается От восприятия Например Вот так Мы считаем В основном А на самом деле Это не так Потому что На самом деле Скажем Вот Если мы обратимся К более древним источникам То Например В греческом языке Мышление и восприятие Одни те же слова Точно так же Во многих направлениях Которые преподают В уважаемых Университетах Мировых Они не разделяются То есть нет такого Отдельно Психологии восприятия От Соответственно Психологии мышления Ну и так далее То есть на самом деле Все эти категории Которые есть Которые прописаны В психологических учебниках Они прописаны Ну в соответствии Со взглядами Какого-то конкретного человека И мы можем Каждый раз найти Этого автора учебника Того кто Основал вот этот взгляд А вообще-то Все связано Ну каким образом Может быть мышление Без памяти Вы что Это одно и то же А как может быть Память без восприятия Что тогда запоминается Все это связанные вещи Которые искусственно Расчленили Просто в данной системе И хорошо что Расчленили Потому что Вот было Ну был какой-то Набор людей И важно было Каждому получить Своё вот Удельное княжество И один занимался Там мышлением А другой восприятием И всё Но на самом-то деле Это всё было едино Но тем не менее Есть такие люди Психологи Которые тратят Какое-то время На изучение всего этого На то Чтобы вот эту Какую-то систему Им внедрили в голову Связанную с тем Чтобы воспринимать Разные категории Психологические И то Как они друг с другом Связаны И соответственно Можно вот этого человека После того Как он получил Психологическое образование Подготовить К тому Что одно дело Это теория А другое дело Это работа Вот с реальным человеком Который Ещё Собственно Не очень в курсе Что Чем отличаются Друг от друга Память Мышление Внимание И так далее Вот И соответственно С этим человеком Можно говорить На каком-то тогда Языке Причём Что сложно На его языке А не на языке Науки Потому что Его можно конечно Попытаться Обучить психологической науке Только на это Уйдёт 5 лет И вот это самое Книжки он должен Читать Писать рефераты Там и так далее Вот А так он пытается Своим языком Как-то описать То что с ним происходит И в этом смысле Если Я профессиональный психолог Который пытается Включиться в практику То мне нужно Ещё научиться Ну переходить На язык Более понятный Тому человеку С которым я работаю Если этого не происходит То я не могу Быть в контакте с ним Я не могу Объяснить что-то И он меня не понимает И я его не очень понимаю Поэтому Важно развивать Вот эту вот зону Зону Какого-то взаимного понимания Возможность диалога Ну и так далее И тому подобное И вот Тогда У нас возникает Вот это ещё одна специальность Где у нас Не психологи И не Врачи А вот Как раз Практикующие Психологи И в этом смысле Вот тот Как это говорится Тот фундамент На котором человек опирается Фундамент психиатрический Ну а психиатрический фундамент Обязательно требует Хотя бы какого-то Минимума психологического Фундамент психологический К сожалению В последнее время Во многих местах Стал отрываться От фундамента психиатрического И в этом смысле Достаточно часто Приходится вводить Специально Ну какое-то обучение Связанное с тем Чтобы Люди более или менее Были в курсе О том Что такое Психиатрические категории Вот А психиатрам Соответственно Рассказывать Кое-что О психологических категориях Потому что Ну обычно Традиционно Ну в психиатрии Вот знание о психологии Оно как бы отстает На поколениях То есть В то время Когда основной тенденцией В области психологии Была гештальт психология В это время Как раз Фрейд Развивал контакты С предыдущим направлением С ассоциативной психологией И собственно Ассоциативные эксперименты Основные теоретические идеи На которых был построен Классический психоанализ Они были взяты Не из современной психологии А как бы из Прошлого поколения Из того Что прошло И в этом смысле Ну важно быть Как бы В отношениях С той реальностью Психологической науки Вот Которая есть сейчас Вот А соответственно Для психологов Очень важно быть В контакте С психиатрической реальностью Ну просто потому Что Если я Работаю с людьми То Просто по статистике Ну Один из ста человек Вероятнее всего Оказывается В состоянии психоза И мне важно И мне важно Тогда Понимать Какие приметы Этого Что с этим делать И так далее И так далее То есть Если я работаю с людьми То Это вполне Такая ожидаемая вещь Что Как бы Ну У кого-то Вот этот вот процесс Именно В данный момент Ну Может быть Несколько Обострен Какой процесс Ну Знаете Вот Потролить ли вас Ну давайте Потролим немножко Хорошо Вот Я вам скажу Какой Это процесс Шизофрении Потому что Шизофрения Это только Вершина Айсберга Психиатрическое Понятие Шизофрении А так у каждого Есть Своя маленькая Такая шизофрения Которая течет По своим законам У которой Временами Бывают Ну такие Приступы Но стертые Стертые У которой Бывают Состояние Ремиссии Ну в общем Тоже Такие улучшения Потом опять Что-то такое Сдвинулось У каждого Это есть И в этом смысле Только некоторые Люди Особо способные Они могут Развивать Этот процесс До такого состояния Когда он становится Действительно Интересен И значен Потому что Вообще Вы все Просто субстрат Для шизофрении Высшая форма Существования Это не человек Это шизофрения И человек Интересен Только своей Шизофрении Только тем Как она Проявляется А остальное Не очень Интересно Ну ладно Это я так Шутку Запустил Вот Но во всякой Шутке Есть Соответственно Доля шутки И вот Эта шутка Была Как бы С позиции Психоанализа На самом деле То есть С позиции Соответственно Вот этой Самой Микро Психиатрического Подхода Что у каждого Есть У каждого Есть Эти все Колебания Настроения Есть Есть Соответственно Какие-то Периоды Дикой Амбивалентности Когда Совершенно Невозможно Определить Чего человек Хочет Чего нет То есть Тут Много Всяких Сложностей В этой зоне Ну вот Поэтому То что касается Еще раз Обращаясь К психологам Ну это Зона Психических Расстройств Это то Что обязательно Нужно знать Практикующему Психологу Если вы Занимаетесь Теорией Психологии Нет проблем Занимаетесь Какими-то Исследованиями Тоже нет проблем А вот В области Психологической Практики Это просто Необходимые Знания Вот Дальше В области Психологической Практики Ну и тогда Мы можем Сделать Следующий Шаг После Психоанализа То есть После Психотерапии То есть Лечение Каких-то Малых Форм Психических Расстройств Мы можем Сделать Следующий Шаг И обозначить Этот следующий Шаг Дештальтерапия То есть То что мы Лечим Собственно Тогда Не человека А процесс Формирования И разрушения Дештальтов А что Это за Процесс А это Вот тот Самый Процесс При котором Нам становится Что-то Интересное То есть Соответствии С моими Потребностями Мне в этом Мире Что-то Становится Интересное Я хочу Этого Достичь Ну И Вот Я Это Развиваю Достигаю И после Того Как я Это Достигаю Соответственно Интерес У меня Уходит Ну Ну Не знаю Там Вот Например Солнце Так Я сел Удачно Прямо Что на Меня Светит Вот И поэтому У меня Есть интерес То ли Скорее Лекцию Кончить То ли Чтобы Облачко Зашло То ли Пошел Ты долго Хорошая Ну, потому что как же, ну, стыдно, значит, уже сделал что-то плохое или что-то плохое такое случилось. А вообще стыд – это чувство хорошее. Потому что стыд – это что-то вроде автопилота, который начинает гудеть, когда, соответственно, самолет с курса уходит. Ну, вот, когда я попадаю в какую-то зону, когда я делаю вещи необычные, новые, вот, то, ну, возникает вот это некоторое чувство стыда. Ну, то есть я отклонился от привычного курса, обычно вот так делал, а таким образом не делал. Ну, я не знаю, приезжаю, например, там в новую какую-то страну, и вот прежде чем обратиться к кому-то и узнать, куда мне пройти, или там денег обменять у кого-то, или еще что-то, у меня точно возникает некоторое небольшое чувство стыда. Потому что, я не знаю, поймут меня, не поймут. А что нужно при этом делать? Нужно улыбаться, что-нибудь говорить еще специальное. Вот. Вообще, к кому прилично обращаться? Ну, вот, например, в некоторых странах, там, к женщинам неприлично обращаться. Ну, и так далее. То есть масса всяких таких вот вещей. Ну, и, соответственно, что? Чувство стыда, оно как бы предохраняет меня от того, чтобы оказаться в какой-то сложной, опасной ситуации. Вот. А мы называем его нехорошим. Да нет, хорошее. Или, скажем, например, ребенок там пытается, ну, что-то такое засунуть в электрическую розетку. Гвоздь какой-нибудь или еще что-то. Ну, мы, соответственно, на него наезжаем, шлепаем, вообще отгоняем и так далее. Что мы делаем с этим ребенком? Мы его унижаем. То есть он вообразил себя, что он такой же взрослый, как и мы. И может также свободно экспериментировать с этим окружающим миром. Да нет. Он вознесся так, как это не годится. И мы его унижаем. Ах, какое страшное слово унижение. Вот не страшно. Иногда оно бывает очень полезно. Когда человек куда-то улетел, вознесся, решил, что он все может. Решил, что он такой, я не знаю, уже теперь крутой водитель, который справится в любой ситуации. А он не крутой, потому что ездит меньше года. И не справится в ситуации. И так далее, и так далее. То есть в этом смысле, что делает тогда тот, кто каким-то образом его предохраняет? Ну, вообще-то унижает. Говорит там типа того, что ну ты так плохо плаваешь, давай за буйки не заплывай. А, я тут вознесся, думаю, как я сейчас в этот, в океан выйду. Вот, еще что-нибудь такое. Да нет. Потому что у каждого человека есть какие-то свои размеры. И поэтому очень важно, чтобы вот мы ко всем вот этим переживаниям относились, как, как сказать, ну, все то, что патологично, это то, что нормально, только в слишком большом размере. То есть во всей этой патологии так редко бывает что-то новое, продуктивное, что этому вообще можно радоваться. А чаще всего, ну, даже галлюцинации-то люди видят какие-то убогие. То есть на самом деле, талантливого человека, который может серьезно галлюцинировать, его очень долго искать нужно. Потому что большинству вот выдашь, я не знаю, какие-нибудь галлюциногены, и то, и чего получишь. Марширующих тараканов каких-нибудь, или еще что-то унылое. Вот какой-нибудь запах говна сильный. Ну, ничего стоящего. Единицы увидят что-нибудь стоящее. Люди, которые талантливы по-настоящему. Да это их искать надо еще. Ну вот. Так возвращаясь все-таки, соответственно, к гештальтерапии. Гештальтерапия – это как бы следующий шаг, как я уже сказал, по сравнению с психотерапией. А именно, когда мы лечим не болезни, уже как бы, а неправильные способы формирования и разрушения гештальтов. А формирование и разрушение гештальтов – это нахождение интереса. Затем какое-то приближение к этому интересу. Затем манипулирование, обращение с тем, что мне интересно, чтобы получить то, что мне нужно. И разрушение гештальта. То есть, мне после этого, после того, как я удовлетворил, ну, перестает быть интересным. Все нормально. То есть, в этом смысле, вот этот вот процесс, он может быть нарушен в очень многих местах. Прежде всего, он может быть нарушен вот в самой начальной зоне. В зоне поиска того, что интересно. Каким способом он может быть нарушен? В первую очередь, тем, что я знаю, что мне должно быть интересно. И вот я знаю, что мне должно быть интересно вот это. И я пытаюсь вот это, то, что я знаю, каким-то образом, ну, приблизиться к этому, добиться. И тем самым я как бы заглушаю, ну, такие какие-то признаки, зов, того, что мне на самом деле в данный момент интересно. И тогда моя работа как психотерапевта, ну, например, один из вариантов работы, потому что там много, понятно, в этой зоне приконтакта разных вариантов работы. Но один из вариантов, это как бы остановить вот эти скоропалительные решения. Те решения, когда человек вместо одного делает что-то другое. Когда он пытается справиться с потребностью какими-то предыдущими способами. Ну, не знаю, например, скажем... Нет, что-то мне какие-то все не те в голову лезут. Ну, например, потребность сексуальная, да? А человек пытается справиться с ней посредством еды. Ну, потому что в любом случае, та потребность, которая у нас неудовлетворена, она ощущается как голод. Ну, значит, голод есть, надо поесть. А что? А что-то неправильное я ем слишком много. И тогда вместо того, чтобы осуществлять сексуальную потребность, я начинаю бороться с перееданием. Ну, все отлично. То есть, у меня уже сформирована какая-то другая часть, и я вот эту часть, соответственно, делаю. Ну, потому что я же хороший человек. Вот, я же не могу так вот вообще направо и налево. Ну, вообще, если я животное, то я могу направо и налево, в скобках, да? Вот. Но мы же люди. Мы должны... Вот. Я точно не такой. Вот. Хорошо. Ладно. Про эту потребность не будем. Она не хорошая. Сейчас какую-нибудь хорошую потребность надо попробовать найти. Какая же хорошая. Слушайте, подскажите, какие хорошие потребности у человека есть? Учиться. А? Учиться. А, вот. Самоактуализация. Самоактуализация, да. Хорошая. Хорошая вещь. Уверенность в себе. Ага, уверенность в себе. Я не знаю. Слушайте, а в общем, это же хороший ход. Ну, чтобы... Так, сноска. Зигмунд Фрейд вообще, как бы, со всеми своими учениками впоследствии расстался, кроме Вильгельма Райха, идеологически. Вот. 37-й год, это, соответственно... Или 36-й, не помню, там, съезд. Можете посмотреть материалы, где он обозначает, почему, соответственно, Юнг не психоаналитик, а про Адлера. Раньше он сказал, что Адлер пидорасы вообще... О, пардон. Вот. В общем, было это. Вот. В общем, со всеми. Из-за чего он обзывал Адлера, из-за чего он, соответственно, вот с Юнгом там обошелся таким способом и так далее. От того, что они отступили от первоначальной идеи, что вообще базовая потребность, на которой развивается социальность у человека, вообще развивается все у человека, это сексуальная потребность. Вот. И, соответственно, дальше она каким-то образом трансформируется в одно, в другое, в третье, в четвертое. Ну, и, соответственно, тогда с этими идеями, ну, ту же сексуальную потребность, ее же можно действительно тогда обратить не в сторону переедания, но это примитивно, голод, переедание, а, например, потребность вот в самоактуализации. Или в потребность в обучении. Тоже хорошее направление. Вот. И тогда за счет этого можно что-то сделать, куда-то сдвинуться. Вот. Но в любом случае, то, что касается вот первой зоны, зоны преконтакта, это та зона, где мы ищем то, что нам наиболее интересно и актуально в данный момент у человека. И работаем именно с этим. И здесь очень много сложностей. Потому что у человека, например, может быть такая форма сопротивления, как затрудненность с фиксацией на определенные потребности. То есть, когда все время перебирает. О, это интересно. О, это уже не интересно. О, это интересно. О, это уже не интересно. И так далее. Например, такая форма сопротивления. Ну, и так далее. Там много-много-много всяких форм. Или форма какой-то ложной фиксации, а мы чувствуем, что на самом деле интерес в чем-то другом. В общем, в этом смысле это большая работа вот в этой зоне. Потом дальше, соответственно, у нас эта зона, она неразрывно связана с полем, с тем пространством, которое есть. То есть, что толку, если я себе придумал потребность, которая не может быть удовлетворена вот в данном контексте, в данном поле. Мало того, я ее придумал для чего-то, чтобы не замечать какую-то реальную потребность, которая есть у меня вот в данном поле. Чтобы от нее отойти. Чтобы от этих интересов вообще как-то отступить. Вот. И в этом смысле дальше мы пытаемся каким-то образом определить вот этот путь потребности. А путь потребности это что? Это тогда какой-то объект потребности. И какие-то действия, которые мы хотим осуществить в отношении вот этого объекта потребности. И как мы останавливаемся, не осуществляя эти действия в отношении объекта потребности. И, соответственно, возможность тут даже не то, что возможность, а необходимость того, что в гештальтерапии называется творческое приспособление Потому что на самом деле стандартных ситуаций нет Они каждый раз другие И каждый раз нужно по ходу, в общем, что-то несколько менять То есть проходит немного времени и уже вот таким способом, как раньше, не удовлетворишь эту потребность Потому что мир изменился, потому что люди изменились, потому что изменился я Ну и, соответственно, в этом отношении получается, что мне каждый раз приходится приспосабливаться по-новому От этого такой термин – творческое приспособление Естественно, мы это творческое приспособление развиваем в виде такого психологического моделирования Ну, потому что прежде чем кидаться в окружающий мир и пытаться что-то сделать, наверное, стоит немного подумать Ну вот, а насколько мои действия приведут к желаемому результату или они что-то нарушат, разрушат Время и стекло Вот, и в этом смысле то, что касается гештальтотерапевта Мы работаем вот в первую очередь именно с процессом вот этим обнаружения гештальтов Вот, и разрушения гештальтов посредством удовлетворения вот той потребности, о которой идет речь Ну, а когда удовлетворяется потребность, потом идет некоторый период вот этого усвоения Ну, а дальше возникает какая-то следующая потребность и так далее Вот, и вот на этом пути гештальтотерапевт, собственно, и поддерживает клиента, который с ним работает Вот, по крайней мере, в той модели гештальтотерапии, которая была, ну, изначально выдвинута И в соответствии с которой был придуман этот термин гештальтотерапия Вместо термина экзистенциальный психоанализ Как называлось до этого времени гештальтотерапия Ну, потому что слово психоанализ в то время стало ругательным Вот, ладно Спасибо за внимание Аплодисменты